Да, я действительно только что вернулся из Лоботнанги. Это городок за Полярным кругом, где находится колония, в которой сейчас содержится Олег Сенцов. Сегодня 28-й день его бессрочной голодовки. Олег в разговоре подчеркнул, что он не требует ничего от российской власти, потому что он в принципе не собирается ни в какой диалог с властью вступать. Есть просто условия прекращения его голодовки. Условия в том, чтобы отпустили всех украинских политических заключенных, которые сейчас находятся в России. Олег настроен решительно, Олег готов идти до конца. И он передает огромный привет всем, кто... И спасибо тем, кто его не забывает, тем, кто его поддерживает, Тем, кто принимает участие в этих акциях солидарности с ним и всеми политическими заключенными. Наверное, нужно для тех, кто не знает, может быть, ничего о деле Сенцовой в двух словах рассказать. Олег Сенцов был арестован в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в создании террористического сообщества и подготовки взрывов памятников Ленину и Мемориала Вечного Огня. Я снимал фильм в течение всего процесса. Я присутствовал на всех судебных заседаниях и прочел все 12 томов этого дела. В деле нет ни одного доказательства, хоть маломальски правдоподобного его вины. В деле есть два поджога офисов партии «Единая Россия», которые осуществляли вообще другие люди. Олег Сенцов к этому в принципе не имеет отношения, даже если это можно как-то охарактеризовать как теракт. Хотя это вообще не так. И единственная вина Олега Сенцова в том, что он не испугался, в том, что он не сбежал из собственного дома, когда туда пришли люди, с которыми он был не согласен. И Олег Сенцов, конечно, и дело, так называемое дело крымских террористов – это одно из первых дел во всей этой череде последующих крымских дел, и связанных и с крымскими татарами, и со всеми несогласными. И в деле фигурируют пытки, которые уже стали нормой, и мы постоянно об этом слышим, что все это стало на поток, в этом своем противостоянии. Он очень последователен, он очень решителен, и вот сейчас в этой голодовке он не требует ничего, не просит ничего для себя. Он просит для… Он борется за освобождение всех украинских политзаключенных. Я добавлю, вот когда шел 11-й день голодовки Олега Сенцова, я напечатала листовки о деле Олега Сенцова с текстом Антона Долина, и пошла раздавать их на улице Москвы. Мне помогают в этом мои друзья, прекрасные кинематографисты. Мы ходим, раздаем людям листовки, рассказываем о деле Сенцова. И вы знаете, очень страшно, в первый день вообще было очень больно, потому что реакции людей, они просто, конечно, ужасают. Даже вот не столько агрессивные, очень много агрессивной реакций, плохие различные слова про Украину, Америку и так далее. Но вот основная масса – это такое невероятное равнодушие, когда люди говорят неинтересно, не хотим знать, не хотим читать. Это вот вся Москва, это очень много людей, как будто, вы знаете, взяли старый хлеб, пожевали и слепили эти лица из этого старого хлеба. Это ужасает. И когда я вижу эти наклейки, что можем повторить, вот мне кажется, мы действительно можем повторить, но вот как немецкий народ мы можем повторить. Это все очень страшно. Я все время думаю про Геббельса, про этого Йозефа, Геббельса, и как это все было, как он был министром народного просвещения и пропаганды, и президентом Палаты культуры, и как с помощью тогдашнего кинематографа и радио был сделан вот целый большой народ, и все-все-все случилось. И вот у нас происходит все ровно то же самое. Как так это может быть такими темпами, когда говорят про терроризм? Терроризм – это то, что делают эти люди на федеральных каналах, и превращают нас вот в эти лица из старого хлеба, понимаете, с которыми я каждый день на улицах Москвы встречаюсь, и это очень больно. Вот это терроризм, это терроризм. Вот эти федеральные рожи, вот это террор самый настоящий, который убивает наш народ, нас убивает. Это очень-очень плохо, печально. Если говорить о хорошем, то я просто хочу поблагодарить тех друзей кинематографистов, просто знакомых кинематографистов, которые не остаются равнодушными. Хотя, знаете, тоже в нашей среде много отказов мы получили, чтобы записать рассказы Олега Сенцова. Многие отказываются, как один человек сказал, осторожничают. Но вот те, кто с нами, и кто против всего происходящего, большое спасибо. Это такие прекрасные имена. Это Александр Николаевич Сокуров, Андрей Звягинцев, Любовь Варкус, Бакур Бакурадзе, Владимир Мишуков. Много-много людей. Оксана Бычкова, которая каждый день со мной ходит, листовки раздает. Борис Хлебников, Попогребский. Много прекрасных фамилий. Я хочу сказать спасибо всем, кто неравнодушен, особенно медийные лица, которые как-то выступают, не боятся, говорят об этом. Очень важна гласность. Нам нужен, ну каждый голос нужен. Мы же не можем просто так вот тонуть. И все-таки Геббельс закончил, как мы помним, не очень хорошо. Были все эти Геббельсы измельчены в прах. И прах где-то там в районе Эльбы выкинут. Вот я очень хочу, чтобы наша пропаганда просто истлела в прах. И вот где-нибудь в районе Москвы-реки не развеять этот прах, а выкинуть нахер, затоптать его. Спасибо.